Восьмой минуте уже выигрывали 2-0, затем создали еще несколько моментов, не реализовали, как следствие получили гол на контратаки. Но в принципе до 25-й минуты была хорошая организация, начиная с 25-й минуты и до конца первого тайма просто катастрофически играли в плане оборонительных действий. И я всегда говорю своим футболистам, да, может что-то не получаться в плане атакующих действий, но в обороне мы должны быть организованы и дисциплинированы до последней минуты. Но меня, видимо, не все услышали. В перерыве поговорили, в принципе, второй тайм, я думаю, что вы увидели тотальное преимущество нашей команды. К сожалению, пока что хромает реализация, потому что моментов было очень-очень много. Но радует, что победили, и я думаю, что заслуженно. Спасибо. Коллеги, пожалуйста. Василий Васильевич, в этом году у вас знал, в основном, вы вытаскивали победу сам по третьих минутах, но сегодня два гола в первых минутах. Вы так спросили ребят, чтобы они утились в начале матча, или так получилось? У нас в каждой игре есть моменты в начале матча, просто мы их не реализовываем. Сегодня удалось нам их реализовать в первом тайме, но, к сожалению, не реализовали столько моментов во втором тайме, чтобы говорить о хорошей реализации не приходится. Конечно, над этим нужно работать, я на каждой кресс-конференции об этом говорю. Но мы не опускаем руки, продолжаем работать. Я уверен, что голы придут. Важно, что мы создаем моменты. Это главное для команды, а так, в принципе, все нормально. Я думаю, что нужно сделать просто правильные выводы и работать дальше. Да, Даня, пожалуйста. По Музыкову вы сделали замену. Каким, наверное, не вошел в игру? Ну, во-первых, он из-за травмы пропустил много. И то, как он действовал в первом тайме, мне, откровенно говоря, не понравилось. Дальше. Ну, как я могу быть доволен нападающими? Я на каждой пресс-конференции отвечаю на эти вопросы. Я как могу быть доволен? Я буду доволен, когда они хотя бы каждый свой третий шанс будут реализовывать. Тогда я буду доволен. Так, Смиропол, пожалуйста. Ну, Лагвиненко провел сегодня свой первый матч в чемпионате, знаете, после долгой травмы. И говорить о стартовом составе пока что еще рано, наверное. Что касается Ненада Эрича, ему нужно еще где-то неделю, и он приступит к тренировкам, вот, к общей группе. Коллеги, еще вопросы? Вопросов нет, спасибо. Спасибо. Спасибо.